Декабрьские игры PS Plus позволят вам управлять быстрыми и мощными машинами, будь то величественные титаны или вымазанные в грязи мотоциклы. Titanfall 2 и Monster Energy Supercross будут доступны для бесплатной загрузки с 3 декабря по 6 января. Но давайте подробнее разберемся, что это за игры. Titanfall 2. Это игра о моменте. Она знает, когда стремительно разогнаться, когда дать вам перевести дыхание. Шутер вращается вокруг двух аспектов сражения, привычные нам перестрелки между людьми и стычки огромных мехов. Играя за обычную пихтуру, проект ощущается скорее как традиционный шутер, хоть и с идеальным управлением и плавной системой передвижения. Первая часть этой серии запустила моду на шутеры, которые делают особый акцент на передвижении, а сиквел занял достойное место. Бесконечная череда подкатов, двойных прыжков, отталкивания от уступов, бега по стенам, чтобы зайти во фланг противнику, ощущается бодро и интуитивно. А потом дело доходит до вызова с орбиты вашего механического союзника, и когда он касается земли, все меняется. Потому что когда эти оба аспекта сражения начинают играть в перетягивание каната, Titanfall 2 показывает себя во всей красе. Каждое сражение становится битвой между Давидом и Голиафом. Пилот устремляется в укрытие, выпускает ракету, бежит по ближайшей стене, уворачивается от ракетного залпа своего механического противника, активирует маскировку и прячется в ближайшей низине, чтобы вызвать своего собственного Титана. Это все очень напряженно, но тут такие дела обыденность. Каждую из способностей Титана легко запомнить, но тяжело освоить в совершенстве. Для чего предназначено их снаряжение, будет понятно сразу же. Чуткое внимание к темпу и ярким моментам прослеживаются через синглплеерный режим. Вы увидите отдельную кампанию с собственным сюжетом, персонажами и преимуществами. Сюжет повествует о Джеке Купере, стрелке-добровольце, его разумном Титане БТ, и о том, как они сражаются с корпорацией АМС и группой наемников Высшие Хищники. В плане дизайна и темпа пятичасовая кампания просто изумительна. Миссии начинают нарастать в скорости и объеме, добавляя сражения между воздушными кораблями, неистовыми атаками Титанов и старыми добрыми сражениями с боссами. Игра в свое время достигла нескольких вещей. Шутер представил, казалось бы, незначительные изменения в сравнении с первой игрой, но в результате мы получили более плавные темпы геймплея, которые требуют, чтобы игрок думал. Monster Energy Supercross Эта гоночная игра включает официальные мотоциклы, трассы и гонщиков чемпионата по суперкроссу. У игроков будет возможность изменять мотоциклы и гонщиков, используя предметы разных брендов, чтобы создать себе уникальные условия для соревнований с игроками со всего мира. Благодаря редактору трасс вы сможете придумывать собственные трассы и делиться ими с другими игроками. Сначала выберите арену, которая нравится вам больше всего, а затем включите воображение и поразите участников сообщества своим творением. Режимов в игре несколько, но главным является чемпионат мира, в котором вы будете проходить гонку за гонкой, зарабатывая очки. В самом начале, без какой-либо подготовки, вас швырнет в 250-кубовый класс, где вам приготовлено последнее место на старте. Затем откроется элитный класс и доступ к более мощным моделям мотоциклов. Перед заездами игроки могут настроить подвеску и прочие детали рамы. У каждой арены собственные характеристики трассы. В Monster Energy Supercross реализована физическая модель поведения байка, зависящая от покрытия, погодных условий и действий игроков. Чем больше длится заезд, тем сильнее деформируется трасса, делая управление очень сложным. На открытых аренах иногда случаются дожди, тогда трек превращается в грязевое болото. Ветер тоже может внести коррективы в геймплей, вас просто может сдуть при прыжке или сильном ускорении. Ни одна гонка не станет по-настоящему яркой и захватывающей без реальных противников. В сетевом режиме игра принимает до 20 гонщиков в один заезд. И здесь начинается настоящая свалка, при виде от третьего лица найти свой байк становится проблематично, а противники частенько закрывают обзор своим мотоциклам. В общем, если вы любитель покатушек на кроссовых мотоциклах, то это мастхэв для вас. Кроме того, в декабре владельцев PSVR с подпиской PS Plus ждет еще один эксклюзивный подарок. Игрокам будет доступна временная бесплатная пробная версия Firewall Zero Hour, в которой вы сможете получить вдвое больше опыта. Бесплатная пробная версия будет доступна в PS Store с 3 по 9 декабря. Игроки смогут объединиться и вместе отправиться в бой, знакомясь с новыми картами, оружием и снаряжением. Выполняйте задания, зарабатывайте награды и повышайте уровень, получая вдвое больше опыта. Напомним, что игры будут доступны для бесплатной загрузки с 3 декабря по 6 января. Как вам подборка в этом месяце? Понравилась или нет? Поделитесь в комментариях. Не забывайте нажать на большой палец вверх и подписываться на наш канал. До скорой встречи на XGTV. Играйте и смотрите вместе с нами.